МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Елена Воротягина. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о некоторых темах. Готовь аптечку заранее. В феврале россияне будут чаще болеть гриппом и ОРВИ. Стали получать больше. Средняя заработная плата учителей за 2 года выросла на 76%. И забывчивых накажут. За 2013 год около сотни водителей, не оплативших вовремя штраф, попали под арест. Более 81,5 миллиарда рублей будет направлено на Ямале на реализацию государственной программы развития здравоохранения на 2014-2020 годы. По плану в результате должны будут решиться кадровые проблемы у учреждений здравоохранения, а средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим образованием должна вдвое превысить средний заработок по округу. Кроме того, продолжительность жизни ямальцев к 2020 году увеличится до 74 лет. Роспотребнадзор России прогнозирует подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в начале февраля. Между тем, на Ямале уже отмечается увеличение числа простудившихся. Наибольший прирост зарегистрирован в ноябрьске. Более 200 человек за неделю. В основном простудам оказались подвержены взрослые и дети дошкольного возраста. Позаботились заранее о своем здоровье свыше 22 тысяч горожан. Все они прошли вакцинацию от гриппа. Как пояснили в городском отделе Роспотребнадзора, поводов для паники пока нет. Количество заболевших в нашем городе не превышает эпидемической нормы. Повышение есть, но, по крайней мере, эпидемический порог не превышен. До превышения эпидемического порога осталось порядка около 30%. То есть, если на сегодня 576, где-то если будет 800-900 человек, вот тогда можно уже будет говорить о том, что на нашу территорию пришел грипп вместе с ОРВИ. То есть, повышенная заболеваемость. Вот тогда будут вводиться мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ. Ну и, соответственно, все те меры, которые необходимо будет принять для предупреждения распространения данной инфекции. Госдума вернется к работе над законопроектом, который обязывает Брезовников самим являться заповестками. По плану те, кто нарушит это правило, автоматически будут считаться уклонистами. В качестве наказания предлагается два варианта. Это либо штраф, либо лишение свободы на два года. По данным РИА Новости, законопроект уже внесен в Госдуму. По информации разработчиков документа, на сегодняшний день около 200 тысяч молодых людей избегают получения повесток, а в 27 лет приходят за военным билетом. На днях главная солдатская мама Ямала Людмила Буряк вернулась из поездки в поселок Щучье Курганской области. Там приняли присягу 38 ямальских солдат-срочников, среди которых трое ребят из Ноябрьска. После торжественной клятвы солдатам накрыли традиционный сладкий стол и передали посылки из дома. Средняя заработная плата учителей за два года выросла на 76%. По словам министра образования России Игоря Ливанова, в денежном выражении эта сумма выросла более чем на 12 тысяч рублей. В начале реализации программы в 2011 году зарплаты педагогов общего образования составляли 15 900 рублей. Это было 70% от средней зарплаты по стране. Сегодня зарплата учителей превышает 28 тысяч рублей, что составляет 95% от средней зарплаты по стране. Проблемы начисления заработной платы обсуждались на очередной встрече начальника департамента образования Ноябрьска с сотрудниками дошкольных учебных заведений. На собрании, которое состоялось в девятой школе, Надежда Гудкова разъяснила работникам детских садов «Белоснежка», «Росинка», «Малыш», «Улыбка» и «Ручеек» методику расчета их заработной платы. Эта встреча, как и несколько предыдущих, началась с напоминания о том, что, согласно указам президента, зарплаты повышаются только учителям и воспитателям. Об остальных служащих и рабочих школ и детских садов в федеральных документах не упоминается. При этом в итоговую сумму помимо оклада входят различные доплаты. Педагоги с высшим образованием и большим стажем работы получают зарплату выше, чем воспитатели со средним профессиональным образованием. Так, например, максимальная зарплата, полученная воспитателем одного из пяти садиков, составила 107 тысяч рублей, минимальная – 54,5. Что же касается помощников-воспитателей, то в нашем городе они получают менее 20 тысяч рублей в месяц. Те, кто не очень понимает, как так задача гласит в указе президента одна, а фактическая начисленная заработная плата у конкретного работника другая, то, безусловно, возникает вопрос. Всякие люди бывают, и я с глубоким уважением отношусь и к тем обращениям, которые были и в адрес президента в том числе, и в адрес правительства округа, которые считали, что, наверное, не в полной мере выплачивается заработная плата. Поэтому наши встречи и рассчитаны на то, что мы должны объяснять людям, проговаривать, что средняя заработная плата – это не значит, что она должна быть у каждого работника, она не значит, должна быть у каждого образовательного учреждения. Это значит, что средняя заработная плата должна соответствовать целевым показателям, которые определены и нашим округом для каждой отрасли отдельно. Самой популярной на портале Госуслуг стала проверка штрафов ГИБДД. Почти 40% всех запросов приходится на эту тему, таковы данные Минкомсвязи. На втором месте проверка налоговой задолженности, на третьем – выдача загранпаспорта нового образца. Как отмечает РИА Новости, за прошедший год в пять раз выросло количество платежей через портал. Пик посещений пришелся на май прошлого года. Тогда на портал зашли почти 4,5 миллиона человек. ГИБДД города просит автолюбителей своевременно оплачивать штрафы. В противном же случае неплательщиков ждут сразу несколько вариантов наказаний. Так, за 2013 год около сотни горожан попали под арест. Напомню, согласно кодексу об административных правонарушениях, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней. В противном случае дело попадает к судебным приставам. По данным госавтоинспекции, ноябрьска в прошлом году к ответственности привлекли более 4 тысяч забывчивых автовладельцев. Ответственность за неуплату административного штрафа в срок влечет наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей. Либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательными работами сроком до 50 часов. Номера не продаются. Государственная дума отклонила законопроект, который предусматривал введение практики продажи так называемых красивых номеров. Авторы законопроекта предлагали ввести повышенный тариф для тех, кто хочет получить регистрационный знак с красивым набором букв или цифр. Причем инициаторы нововведения готовы были даже установить цену за такой госномер в 150 тысяч рублей. Однако понимания у депутатов и членов правительства законопроект не нашел. При этом Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, который разрешит водителям самостоятельно выбирать номера для своих авто. Предполагается их не продавать за фиксированную сумму, а реализовывать на открытых аукционах. К слову, далеко не все автолюбители готовы купить красивый номер. Согласно опросу, который провел один из популярных автомобильных интернет-порталов, потратиться на такой номер готовы только 14% опрошенных. Причем этих людей не интересует, будет разрешена покупка официально или нет. Еще такое же количество проголосовавших согласны стратить свои кровные только в том случае, если продажа будет узаконена. 65% наотрез отказались от покупки, мотивируя это отсутствием такой необходимости. Еще 7% свой отказ объяснили отсутствием финансовой возможности. Далее о том, что нового подготовили для своих читателей журналисты газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. 17 января во время пожара в жилом доме погибли двое маленьких детей. Эта трагедия стала для Ноябрьска резонансным событием и, увы, породила очень много кривотолков. О трагических случайностях и подробностях этого ЧП, а также о реакции на это людей, читайте в материале «Ангелы и демоны» на первой полосе газеты. Бездомные собаки, кошки и другие животные были и остаются самыми незащищенными живыми существами, как на улице, так похоже и в единственном ноябрьском приюте для животных. Срок содержания хвостатых, пернатых и мохнатых ограничен всего 10 днями, за которые очень сложно найти хозяина для бездомных питомцев. Потом их ждет незавидная судьба. При этом до недавнего времени использовался негуманный препарат, причинявший боль животным в их последние минуты жизни. Более подробно обо всем этом читайте в материале Елены Жарковой на четвертой полосе издания. Первая мини-футбольная секция «Ноябрьский» была создана в сентябре 1990 года. Одним из ее основателей и идейным вдохновителем стал известный в городе тренер Марат Абжалимов. О том, как на севере зарождался этот вид спорта, как наши мальчишки побеждали на престижных турнирах в Бразилии, как команды выигрывали медали российского чемпионата, а главное – о судьбе и жизненном пути. Марата Мирововича читатели узнают, открыв шестую-седьмую полосу газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Сотружество детских объединений «Ямал» выступило организатором окружной акции под названием «Карта памяти». Она посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Общественники решили провести фотоучет памятников и обелисков, расположенных на территории округа, а также собрать информацию об истории их создания. Людей, которые внесли свой вклад в появление памятного места и тех, кто продолжает заботиться о нем сегодня, тоже не оставят без внимания. Всю собранную информацию организаторы планируют разместить на страницах печатного сборника и на созданной в интернете интерактивной карте округа. Пока проект в разработке, однако первые участники уже есть. Свои заявки прислали представители из Ярсалей, Лабутнанги, Таркасалей и Салихарда. Теперь организаторы ждут молодых авторов из других муниципалитетов округа, в том числе из Ноябрьска. Благодаря поддержке губернатора у нас есть стимул для того, чтобы собрать эту информацию, то есть простимулировать детей на поиск этой информации. У нас есть возможность провести, скажем так, на конкурсной основе, то есть кто найдет наиболее полную информацию, кто сделает самые лучшие фотографии этих памятных мест и так далее. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 24 января в Саликарде переменная облачность. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура минус 33 градуса. В Муровленко без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура 30 градусов мороза. В ноябре облачный ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура минус 32 градуса.